Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, любители джюдо, боевых искусств. Я Роман Карасев, вы смотрите видеоканал «Планеты джюдо». И сегодня мы находимся в городе Новый Сад, Сербия. Кмилан Вуйчич, мастер джюдо. Я давно мечтал посетить этот город Новый Сад. Мы с Миланом знакомы уже много лет, с 2012 года, 10 лет, и еще познакомились в Якутии. Но сегодня мы поговорим о джюдо и о том джюдо, которое знает Милан. Я думаю, что это будет интересно. Здравствуйте, дорогие родители, тренеры, участники соревнования. Я сейчас в пензии, был тренером джюдо 40 лет, обладатель четвертого дана черного пояса. Работал и в России, и в Сербии как тренер. И сейчас будем начать с буквы «А», с белого пояса. И будет многие сказать, а мы все это знаем, мы это учили, что мы там будем смотреть. Но прошу вас, смотрите до конца, возможно, что-нибудь будете и вспомнить, что забыли до сих пор. Так, как первое, все единоборства от среднего века до сих пор, неважно, джюдо, карате, все другое, до открытия пороха и огненностреленного ружья, заканчивалось со схватками холодным ружьем. И джюдо, и все другие имеют свои корни в этих единоборствах. И как готовили крестьянских парней 2-3 месяца в году на войну, и что сделали? Учили их, чтобы первый, а так не погибли. Так и здесь, в единоборствах, когда начинаем с новичком работать, мы его учим, чтобы не погибнуть, чтобы не проиграл сразу, как стал на ковер. Потому что многие ошибаются. Думают, что схватка начинается так, что мы забрали кимоно. Нет, это первая ошибка. Схватка начинается 2 метра от соперника. Когда вы смотрите, если ваш соперник высокий, низкий, толстенький, короткие руки, ноги, если он шаг делает с левой ногой, или шаг делает с правой ногой, это решает, какой вы прием будете делать. А мы учим, между прочим, я, как и все другие, что мы сделаем. Учить комминги, из этого начинаем схватку. И подошли на ковер бороться, а соперник нам забрать кимоно не разрешает. И что нам сделать? Подумайте, если это удар. Это тоже правое движение, как и прием за оворотник. И если мой соперник это сделает, а я стою, он будет работать, что он хочет. Почему? Потому что рука, которая движет оворотник, она нарушает равновесие. Наперед, назад, в одну сторону, в другую сторону. Рука, которая движет рука, она дает направление. Где я его буду бросать? На эту сторону? На эту сторону? Или прямо назад? Она дает направление броска. И что мне нужно? Первое научить ноличкам. Как бороться с этой рукой, которая принимает оворотник. Если я стою, мой соперник, как опыт, не будет работать, что он хочет. Но если он забрал рука крепко, если сгибается в легкую, бицепс работает, подплечье работает. Но тут нищется нет. Плечо имеет нищется. И работает. Но тут нет. И что я сделаю? Сладко начинается. Я не сделаю шаг наперед. Я сделаю шаг в сторону. Вот. Посмотрите. Ничего не сделал. Еще? Ничего. И просто сделал еще один шаг. Закрутил плечом. И решил проблему. Дальше. В чем основный тот, за чего мы сейчас начинаем? Как правильно держать руку? Кисть. Посмотрите. Угол ладони и подплечье. Если руку держим прямо, тогда я имею возможность просто сломать себе кисть. Я зашел, как кручу, так и кисть сгибается. И когда я падаю, я сам себе ломаю кисть. Сам себя травмировал. Не нужно противникам ничего делать. Я сам себя победил. Потому что врач меня уборется в ковре, и схватки дальше не будет. Дальше. Когда разговариваем об этом, это плечо. Посмотрите. Я не сделаю шаг на период. Вопрос. За всех вас дома. Как человек ходит по улице? Это домашний вопрос. Как человек ходит по улице? Напишите в комментариях. А потом на следующем уроке будем объяснить, за чего я поставил этот вопрос. Это самое важное за всех джудристов, которые желают постигать в высокий уровень. Даже многие мастера, когда я это спрашивал, имели проблем ответить, как человек ходит по улице. А сейчас продолжаем. Спасибо. Так, значит, договорили. Одна рука держит оборотник, сказали кисть, и под ключом, ставь 90 градусов, тоже это рука, которой держит йоккор, тоже так. И что сейчас сделаем? Просто крутим кистьом. Посмотрите, соперник как поднимается. Если я терпню, изменяюсь руками, спиной и все другое, я себя нарушаю равновесие, даю сопернику победу. Я здесь стою нормально, спокойно, и ничего другое не сделаю, только закрутил кистами. Соперник отреагировал. Если не хочет упасть, он должен отреагировать. И что я на спарте это сделал? Вот, он сразу отреагировал. Это чуточка времени. Меня хватит за подготовку, броска и забросок. Потому что это неожиданно с моим соперником. Если я начинаю как ям, то он очень хорошо чувствует, что я буду сделать, на какую сторону нарушаю равновесие и нормально как опытный будет сразу отреагировать контр-броском. А здесь он еще не знает, что я буду делать. Из этой позиции я могу любой бросок работать. А ничего другое я сделал только ревок кистами. Посмотрите без соперника. Просто как держал, закупил. Ладно, не держать на сопернику, ладони идут на потолок. Вот все. Закрутил. Следующее движение из этого вернул ладони на соперника. Легки сами от себя попадают в правильное положение. Посмотрите. Сделал ревок и закрутил. Все время работаю только кистом. Легки сами попали в положение, которое нужно. и сейчас скольная ошибка. Когда люди начинают бросать, лёгк начинает идти за линией. Тут линия плеча и лёгка. И плечо стоит, а лёгк заходит назад. В этом моменту я заблокировал руку. и броска не будет. Потому что рука сказали тут очень слабенькая. И сейчас когда я это сделаю, посмотрите, я добавляю шаг и кручу плечами. Ёг! Остают всё время в одном положении. Кисти и руки когда подготовил бросок остаются в одном положении. сейчас всё другое. Крутый по вертикальной оси и сделаю шаг. От этого где я сделаю шаг будет и бросок. Почему сейчас продолжаем? Говорили, что я смотрю если мой соперник высокий низкий или ни одного роста. Потому что просто учим броски за любой цвет пояса. Там стоит Коши Гурума около шеи там стоит и по соревнования под руку там стоит Сурик Коми Гоши там стоит О Гоши Уки Гоши и так далее 20-30 бросков которые имеют только одно и то же. мы это движение и стали и закрутили ногой и сейчас если мы одного роста что меня сделать руки так стоят но если он маленький если я тут руку держу чтобы я этот бросок сделал я должен еще спуститься ниже его пояса и за это время он меня нормально хантрирует поэтому когда он низкий я все это делаю я отпускаю руку тут идет на спину или за шею и конечно это называется другой бросок тоже если я маленький я не буду прыгать чтобы ему поставить я просто буду подворачиваться по делу и это разница названия бросков а если не принцип основный принцип и научил что он на шаг соперника который забирает ему оборот забирает эту руку как соперник взял шаг наперед оборот и сам попадает в руку я убежаю от соперника кругом вот нарушение равновесия и сейчас я могу сделать что меня хочется любой бросок это основа это буква а дальше когда зачищаем цвет кояса то есть коллеги уке тот который помогает тот который бросает и мы сделаем шаги так что уке меня толкает я делаю раз два три и сделаю бросок а на схватке если я пошел наперед меня соперник сразу бросает если я пошел шаг назад соперник сразу бросает это опаснее позиции в зудо в реальном схватке шаг наперед шаг назад не разрешается это только как запорец когда показываем принцип броска как правильно работается по школьной программе а на реальные схватки извините пожалуйста говорили о единоборствии среднего века если у меня сертейник идет шашки с амаха и я стою у меня раздалили на два но если я сделал шаг в сторону он промазал отсюда я могу сразу работать бросок это рука которая забирает оборот это считается как марш как ружье и значит я иду в одну сторону или в другую сторону но я не знаю что у соперника в другой руке и не буду рисковать что его нож который меня протолкнет поэтому я сразу еще пропускаю вот все это теория дзуток за чего чего делаем как движение конечно на схватке под дзуток реально нету холодного ружья нету ничего но это история бросков как какой бросок имеет свое историческое происхождение и сейчас объясняю эти шаги шаг в одну сторону шаг в другую сторону в реальной ситуации говорим за эту руку которая решила ружья запеет двигаться на сторону где я держу обороты тут я сразу закручиваюсь вот он сразу попал прямо у меня на спину и свыше из этого броска не может уезжать потому что он сам сэк я привел позицию из которой не спасаешься но если он идет на эту сторону а я кручу он ушел и может у меня работать что хочет поэтому основное движение дзюдо шаг в сторону на оборотник кручу шаг в сторону на грунт посмотрите я продолжаю его движение и прохожу не кручу но прохожу значит когда тренулируем новичку первые несколько месяцев первые два три месяца он только должен научить раз два тоже так в левую сторону раз два потом все другое ну уважаемые любители дзюдо я думаю что в этом видео сегодняшнем мы подчеркнули для себя достаточно важные моменты в изучении основных принципов проведения приемов захвата с чего начать и так далее как сказал милон в начале разговора многие скажут да мы это знаем и так далее но мы хотим сказать наверное не о том что мы хотим кого-то переучить или что-то еще есть такая поговорка повторение мать учения а есть еще такие вещи когда иногда бывает что мы в процессе занятий ну когда мы кого-то тренируем кого-то обучаем как-то замыливается видение и сейчас как раз таки мы хотим через вот эти повторения какие-то нюансы дать более широкое понимание дзюдо но но так этого тренера еще нет к сожалению он был старшим тренером Югославии который всех нас учил молодых тренеров и он всегда говорил я новичков вам не даю я с новичками буду работать со сборной командой потому что если вы не научитесь правильно я их исправить потом не смогу и сегодня когда роман некоторые съемки с большого шнепа смотрел и все другое просто показывали эти основные базовые школьные приемы которые в течение образования жудаистов не сделаны какие ошибки последствия после 10-15 лет дают на больших соревнованиях это называется школьные ошибки но я что хочу сказать этот тренер который нас учил он говорил вы когда работаете в этом тренажерном процессе несколько лет проходит и вам ученик не усваивает какой прием и все время где-нибудь делает какую ошибку на соревнования значит и еще тренеры которые из разных школ ученики собрались в сборную команду а каждый тренер по-своему учится потому что разные броски кому лежат кому нет просто не может это разные школы чтобы угомонили команду вернитесь в начало на белый пояс на кату за этот прием как желтый оранжевый зеленый этот прием и зеленого пояса синего школьная программа каты как принцип броска конечно не будет работать с каждым одинаково один прием каждый поцелья готов с прием но основное посмотреть эту школьную и посмотреть своего ученика чтобы увидели где ошибка что пропустили в течение обучения возможно ученик заболел ненем найти тренировок возможно я просто не обратил как тренер внимания на него смотрел за каким другим и пропустил что он это недоучил поэтому надо иногда вернуться в эту школьную программу на белый пояс на шаг наперед шаг в сторону кругом и так далее поэтому я очень благодарен Роману Георгиевичу что он меня уважил и пригласил на эту программу повторить а надеюсь в течение его пробивания в сербии будем еще несколько съемок сделать чтобы дополнительно сделать шаг по шаг как белый пояс должен учиться потому что без белого пояса без фундамента нет ни мастера к сожалению все не знаем что за мастерство надо 10-15-20 лет серьезной работе а нам новички после 2-3 месяца убежают из зала потому что а мы не успеваем не поняли не так и так и так а если ребенку мы взрослые очень легко понимаем и подготовимся а в другой ситуации все другое неважно если у нас белый пояс величонный а ребенок он первым пугается зала незнакомой среды самого тренера который так сильный появился перед ним маленьким и так далее и еще должен запомнить очень сложные приемы поэтому начинаем от очень простых вещей чтобы дети поняли но когда они понимают что это ничего страшного когда даже ему никакая сила не нужна просто подошел человек с улицы забрал меня крепко и что я пошел взглянулся и отбросил от себя даже руки не пользовался если я на это еще добавлю игру и бросил так что надеюсь что еще встретимся всего доброго смотрите планету дзюдо изучайте дзюдо с вами был Роман Карасик и Милан Вуйчич сергей Новый Сад субтитры субтитры субтитры